С вами Молодежное Телевидение и мы представляем вам новости Подольского колледжа. В Подольске с 15 по 17 ноября проходил ежегодный конкурсный фестиваль лучшей по профессии В трех разных структурных подразделениях колледжа имени Александра Васильевича Никулина Асы своего дела столкнулись в состязании за звание самого лучшего в своей профессии. Первый день свои умения и навыки показывали сварщики и секретари. Молодые парни и девушки с энтузиазмом проявляли себя в этом конкурсе. Участвовали ребята всех курсов, поэтому новичкам было довольно сложно противостоять более опытным конкурсантам. Несмотря на все трудности, сварщики показали отличные результаты, но самым умным и умелым стал Николай Зотов, а среди секретарей победительницей стала Екатерина Левичева. Во второй день соревновались ребята, осваивающие профессию столера, продавца и повара-кондитера. У столеров за первое место боролись 10 участников. Им предстояло сделать табуретку. Для некоторых участников это самое любимое изделие. Первое место в этом творческом задании занял Денис Иковенко. Для продавцов обустроили под магазин целую аудиторию. Здесь продавались разные товары, от продовольственных и до бытовой химии. В таком помещении каждая из участниц чувствовала себя свободно и показывала хорошие темпы продаж. Самым лучшим продавцом оказалась Анна Гривнак. Самыми креативными и самыми сладкими оказались девочки-кондитеры. Их было аж 40 участниц. У каждой из них был неимоверно вкусный торт. Даже судьи не смогли оценить всех участниц. Очень уж сильно они объелись. Первое место выбрали по двум критериям. Вкус и внешний вид блюда. Самым умелым кондитером стала Анфиса Никель. В третий, заключительный день, боролись за места в своих компетенциях автослесари, электромонтеры и швеи. Автослесари соревновались в несколько этапов. Необходимо было поменять переднюю колодку, отыскать у машины 10 неисправностей и отрегулировать клапаны двигателя. Быстрее всех заданием справился Алексей Верещагин. На другой площадке конкурсу приступили электромонтеры. Их обучили работать стоком и электросхемами. И после этого они решают, кто из них лучший. А лучшим оказался Дан Андрюшенко. Также свое мастерство проявляли швеи. Они демонстрировали свои способности на новогодних полотенцах. Причем строчить и обметывать здесь умеют не только девушки. По окончанию учебы ребята шьют изделия любой сложности. Профессия швеи всегда в цене. Победителем оказалась Алла Заславская. Вот и все достижения за три дня. Я хочу сказать всем ребятам, что они большие молодцы. И специально для них я процитирую выражение известного человека. В том, что касается будущего, я говорю одно. Главное быть преданным своему делу до самого конца. Не обязательно достигать какого-то звездного успеха. Но быть честным перед самим собой и своей профессией обязательно. С вами было Молодежное телевидение. Меня зовут Прохоров Илья. Подписывайтесь на канал и паблик ВКонтакте. До свидания. Продолжение следует...